Слушайте главу седьмую. Господь Капила начинает излагать науку самоосознания. Майтрея сказал. Услышав о чистом желании своей матери осознать трансцендентную природу души, и Господь мысленно поблагодарил ее за вопросы и с улыбкой на лице стал рассказывать о пути, которым идут трансценденталисты, стремящиеся к самоосознанию. Шримад Бхагаватам, песнь третья, глава двадцать пятая, текст двенадцатый. Комментарий его божественной милости, реведанты с вами Прабхупады. Девахути призналась сыну, что находится в плену материального существования, и поведала ему о своем желании освободиться из этого плена. Ее вопросы, обращенные Господу Капиле, представляют огромный интерес для всех, кто действительно стремится к освобождению из материального плена и духовному совершенству. Если у человека отсутствует желание понять природу духовного бытия и свое истинное положение, и если его не тяготит материальное существование, то его жизнь в человеческом теле можно считать загубленной. Только глупцы не заботятся о своих духовных потребностях, и, подобно животным, всю жизнь только и делают, что едят, спят, обороняются и совокупляются. Господь Капиле был очень доволен вопросами своей матери, так как ответы на подобные вопросы усиливают в человеке стремление освободиться из плена обусловленной материальной жизни. Такие вопросы называются «аповарга-вардханам». Тех, кто искренне стремится к духовному совершенству, называют «сад» или «преданными». «Сад» значит «вечный», а «асад» — «приходящий». Того, кто не достиг духовного уровня, нельзя назвать «сад». Он принадлежит к категории «асад». Люди этой категории опираются на то, что обречено на разрушение. Но тот, кто поднялся на духовный уровень, обретает вечную жизнь. Духовный по природе все мы существуем вечно, но душа «асад» нашла пристанище в материальном мире и потому не знает покоя. Причиной того, что душа становится «асад», является «асад-грахан» — желание наслаждаться материей. На самом деле вечная душа имеет природу «сад». Тот, кто понимает это и принимает сознание Кришны, становится «сад». Садам-гати, путь, ведущий к вечности, влечет к себе тех, кто стремится к освобождению. Поэтому господь Капила начал рассказывать Девахути об этом пути. Итак, «сад» — это трансценденталисты, достигшие высокой ступени духовного развития. Таких трансценденталистов очень радуют вопросы о духовной жизни. Их не интересует мирская болтовня, она не вызывает у них ничего, кроме отвращения. Поэтому они избегают общения с теми, кто ведет пустые разговоры. Слово «грамья» относится к тому, что происходит в нашем селении или в округе. Люди готовы день и ночь обсуждать «грамья-катху» доказательством тому газеты. Газеты не публикуют ничего, кроме «грамья-катхи». Духовные вопросы в газетах обычно не обсуждаются. Тем не менее, только в одной Америке издается ни одна, ни две сотни газет. Представьте себе, сколько нужно срубить деревьев, чтобы напечатать одну только «Нью-Йорк Таймс». И они еще жалуются, что им не хватает бумаги. Зачем же губить такое количество деревьев только ради того, чтобы печатать бессмысленную «грамья-катху»? Но людям нравится читать «грамья-катху», и потому газетный бизнес приносит огромные прибыли. Существует, однако, другая катха, Кришна-катха. Книги, которые сейчас издаются в мире, могут быть написаны очень хорошим языком, но если в них не прославляется Верховный Господь, они не представляют никакой ценности. В Шримад-Багаватам сказано «Слова, не прославляющие Господа, который один способен осветить целую Вселенную, по мнению святых людей, подобные месту паломничества ворон. Совершенной личности не находят в них никакого удовольствия, ибо всегда пребывают в трансцендентном царстве». Песня первая, глава пятая, текст десятый. Мирская литература подобна тем местам, куда обычно слетаются вороны. В мире птиц есть вороны и лебеди. Ворон интересуют свалки и помойки, а лебеди живут на берегах чистых озер и прудов, заросших лотосами. Среди людей тоже есть свои вороны и лебеди. «Свой свояка видят издалека», — гласит поговорка. Вороны прибиваются к воронам, а лебеди — к лебедям. Преданные подобны лебедям, хамсам. Поэтому тех из них, кто достиг духовного совершенства, называют парамахамсами. Парамахамсы равнодушны к тому, что привлекает ворон. Но человек, которого интересует наука духовного самосознания, Кришна-кадха, своими вопросами доставляет парамахамсам большую радость. Поэтому Капиладева был рад услышать, что его мать горит желанием узнать о том, как освободиться от материального рабства. «О мой Господь, милостиво рассеи все мои иллюзии! Попав под влияние ложного эго, я оказалась во власти Твоей Майи и стала отождествлять себя с телом и считать своим все, что с ним связано». Чайтанья Махапрабхо наказывал своим ученикам не есть изысканных блюд и избегать грамья-кадхии, разговоров на мирские темы. Светские романы, стихи и газеты тоже относятся к категории грамья-кадхии. Вы, наверное, удивитесь, возможно ли, чтобы в наш век молодые европейцы и американцы совсем не читали газет? Газеты очень популярны на Западе. Люди на Западе не мыслят себе жизни без газет. Каждый день выходят сотни газет, и все они распродаются. Однако юноши и девушки, которые присоединились к обществу сознания Кришны, перестали читать газеты. Их больше не интересует, что происходит в мире, да это и не важно. Вместо того, чтобы терять время на чтение газет, они тратят его на чтение шримад-бхагаватам и бхагавад-гиты. Капиладева был очень доволен тем, что у его матери не осталось других желаний, кроме желания достичь духовного совершенства. Майтрея объясняет в этом стихе причину его радости. Пумсам апаварга вардханам. У любого, кто услышит мои ответы на ее вопросы, появится сильное желание обрести освобождение. Апаварга значит освобождение. Материальный мир на санскрите называют паваргой. Паварга – это ряд звуков санскрита па, пха, ба, пха и ма. Паварга дает исчерпывающее описание материальной жизни. Па – значит паришрама, изнурительный труд. Пха – это пена, пена, которая появляется на губах уставших лошадей. Ба – это бьертхата, бессмысленность. В Нью-Йорке я видел богатых, преуспевающих бизнесменов, у которых нет времени даже для того, чтобы как следует поесть. Они день и ночь работают до полного изнеможения, до пены урта. А на обед у них сухарик и чашка чая. Паха – это бхая, страх. И завершает этот ряд ма, марана, мритью, смерть. Паварга материальной жизни начинается с паришрамы. Изнурительного труда и кончается мритью, смертью. А апаварга – это противоположность паварги, то есть освобождение из плена материальной жизни. Сейчас люди стали такими глупыми, что даже не понимают, что такое освобождение и зачем оно им. Они во всем уподобились животным. Если мы расскажем животному об освобождении, разве оно поймет нас? Современные люди мало чем отличаются от животных. Они не имеют ни малейшего понятия об апаварге – освобождении. Однако в былые времена люди знали, что целью человеческой жизни является апаварга. Девахути задавала вопросы, а Капиладева отвечал ей. В этом смысл апаварга – вардханам. И все наставления вет по сути дела сводятся к тому, чтобы пробудить в человеке желание апаварги – освобождения. Что же до удовлетворения материальных потребностей, то шастры никогда не заостряют на этом внимание. Они говорят, что человеку не нужно заботиться об удовлетворении своих материальных потребностей. Бог дает пищу зверям, птицам и рыбам. Неужели он не позаботится о тех, кто стремится к апаварге? К сожалению, в наше время люди не верят в Бога и слова священных писаний. Вот почему необходимо предоставить им возможность общаться с преданными. Не следует позволять воронам отнимать у нас драгоценное время. Лучше проводить его в обществе лебедей. Вороны и собаки собираются на помойке, когда туда выбрасывают очередную партию отбросов и копаются в ней в надежде полакомиться объедками. но нормальному человеку никогда не придет в голову присоединиться к ним. Тот, кто ищет удовольствие в материальном мире, подобен воронам и собакам, жующим уже пережеванное. Это все равно, что жевать изжеванный кем-то стебель сахарного тростника. В стебле уже не осталось сока, и сколько ни жуй, он не появится вновь. Однако некоторым животным доставляет удовольствие жевать жвачку, и мирские люди мало чем отличаются от них. Отец помогает сыну получить образование, устроиться на работу, жениться и обзавестись домом, хотя знает, что ему самому все это не принесло счастья. Зачем же он побуждает сына делать то же самое? Настоящий отец не должен позволять сыну жевать пережеванное. В Шримад-Багаватам говорится «Тому, кто не может спасти своих детей от неминуемой смерти, не следует становиться отцом или матерью». Песнь пятая, глава пятая, текст восемнадцатый. Долг родителей спасти своих детей от смерти. Но как исполнить его? Для этого отец и мать должны воспитывать своего ребенка в сознании Кришны. Они обязаны воспитывать его так, чтобы он смог освободиться из плена поварги, материальной жизни и избавиться от изнурительного труда, бессмысленности, страха и смерти. Люди, которые не стремятся к освобождению, ведут жизнь, которая мало чем отличается от жизни кошек и собак. Еда, солнце, совокупление, оборона, страх и смерть — это удел животных. Но человек рождается не для этого. В Шримад-Багаватам сказано «Тот, кто отождествляет себя с телом, созданным из трех элементов, кто считает побочные продукты тела своими родственниками, кто поклоняется земле своих предков и посещает святые места не для того, чтобы встретить там людей, обладающих трансцендентным знанием, а только для того, чтобы совершить омовение, в сущности мало чем отличается от осла или коровы». Песня десятая, глава восемьдесят четвертая, текст тринадцатый. предназначение человека задавать вопросы тому, кто постиг суть трансцендентного знания. животные, коровы, ослы, кошки, собаки не способны на это. Мы должны воспользоваться имеющейся у нас возможностью и найти ответы на насущные вопросы жизни. Ответы на все эти вопросы содержатся в священных писаниях. В ведах можно найти информацию из любой области знания, поэтому их называют калпатару, древом желаний. Но, как и на любом дереве, на древе желаний ведической литературы есть зеленые и уже созревшие плоды. Шримад-багаватам это зрелый плод ведического древа желаний. Плод манго, к которому прикоснулся клювом попугай, становится еще слаще. Попугай на санскрите шука. Шримад-багаватам и зашедший из уст Шукадевы Госвами приобрел особый ни с чем не сравнимый вкус. О, сведущие и вдумчивые люди, вкусите Шримад-багаватам зрелый плод ведического древа желаний. И зашедший из уст Шукадевы Госвами он стал еще вкуснее, хотя его нектарный сок и прежде приносил наслаждение всем, в том числе и освобожденным душам. Шримад-багаватам Песнь первая Глава первая Текст третий Печально, что в Индии, которая является родиной Вет, люди утратили интерес к ведической литературе. Это несчастная страна, потому что ее жителей сегодня больше интересует марксизм, чем Шримад-багаватам. И тем не менее родиться в Индии большая удача, потому что у любого индийца есть возможность прочесть Шримад-багаватам и Багавад-гиту. Такого человека следует считать очень удачливым, так как эти книги Апаварга-вардханам, они пробуждают в том, кто их читает, желание освобождения. Ученик, жадно внимающий трансцендентным повествованием, доставляет духовному учителю огромную радость. Матханам, Капиладево был счастлив видеть, как горячо стремится к духовному знанию его мать и поблагодарил Девахути за ее вопросы. Обычно людей привлекает то, что приносит им сиюминутное удовольствие. Увидев что-то вкусное, мы тут же отправляем это в рот, нисколько не задумываясь о последствиях. С такой же готовностью свиньи пожирают отбросы и испражнения. Им очень нравится вкус свежих испражнений. Люди современной цивилизации мало чем отличаются от свиней. Они готовы есть все, что угодно, без разбора, потому что забыли о топасье, о скезе. Однако человек, стремящийся к духовному самоосознанию, должен пройти через топасью. Читание Махапрабху значительно облегчил нам эту задачу. Все, что от нас требуется, это уделить немного времени повторению мантры Харе Кришна. Но мы не готовы даже к такой жертве. Кришна больше заинтересован в нашем освобождении, чем мы сами, поэтому он дал нам очень простой метод. Единственное, что нам нужно, это повторять Харе Кришна. При этом не требуется соблюдать какие-либо строгие или трудновыполнимые правила. Просто повторяя святые имена, можно достичь совершенства. однако, оскверненные влиянием века Кали, мы на свою беду не чувствуем влечения к святым именам Господа. Поэтому, встретив человека, который проявляет хотя бы небольшой интерес к духовной науке, Капиладева или его представитель радуется этому и выражает ему свою признательность. Обнаружив такой интерес у своей матери, Капиладева мысленно поблагодарил ее. Обрадованный и воодушевленный, он начал свой рассказ. Капиладева воплощение верховной личности Бога в то время был еще очень молод и отличался исключительной красотой. А когда он улыбнулся довольный вопросами своей матери, его лицо сделалось еще прекраснее. Кришна также неповторимо прекрасен. Но когда преданный служит ему, когда преданный приходит к нему, он становится еще прекраснее. Кришна всегда с улыбкой встречает преданного, который всем сердцем служит Господу. А тот, кто хоть раз удостоился улыбки Кришны, может считать себя достигшим цели жизни. Так с улыбкой на устах Капиладева начал посвящать свою мать в науку преданного служения. господь Господь верховная личность Бога сказал Йога текст тринадцатый с улыбкой с улыбкой сопутствуют материальные страдания. В этом мире невозможно обрести настоящее счастье. Какие бы удовольствия ни испытывал человек, к ним всегда примешана горечь страдания. Например, тому, кто хочет пить молоко, приходится брать на себя хлопоты по содержанию коровы и заботиться о ней так, чтобы она давала молоко. Пить молоко очень приятно, это тоже удовольствие, но ради того, чтобы иметь эту возможность, человеку приходится тяжело трудиться. Цель йоги, как утверждает Господь, раз и навсегда покончить со всеми материальными радостями и невзгодами. В Бхагавадгите, Кришна говорит, что высшей йогой является Бхакти-йога. Там же сказано, что нужно терпеливо сносить все, что нам посылает судьба, и оставаться невозмутимыми и в счастье, и в горе. Нам, безусловно, могут возразить, что материальное счастье не причиняет человеку беспокойств. Но люди не знают, что вслед за так называемым материальным счастьем всегда приходят материальные страдания. Таков закон материального мира. Господь Капила говорит, что йога – это наука о духе. Йогой занимаются для того, чтобы достичь совершенства и подняться на духовный уровень. Тот, кто достигает совершенства в йоге, поднимается над материальными радостями и страданиями. Это трансцендентный уровень. В последующих стихах Господь Капила объяснит, почему йогу называют трансцендентной. Здесь же он только знакомит нас с этим понятием. Попытки живого существа получить в материальном мире максимум удовольствий и свести к минимуму свои страдания, называют борьбой за существование. Обычно люди занимаются йогой ради какой-то материальной выгоды. Существует восемь видов мистических способностей ситх – анима, лакхима, прапти, ишитва, вашитва, махима, прокамья и камавасиита. Настоящий йог способен делаться меньше мельчайшего, легче легчайшего и больше величайшего. У него в руках может материализоваться все, что он пожелает. В его силах даже создать целую планету. Но, по словам Господа Капилы, высшая система йоги предназначена не для того, чтобы принести человеку материальное счастье или избавить его от материальных страданий. В материальном мире каждый старается избежать неприятностей и получить как можно больше удовольствий. Однако и счастье, и несчастье, которые мы испытываем в материальном мире, относительны. То, что счастье для одного, несчастье для другого. Таков материальный мир. Здесь счастье и несчастье – это две стороны одной медали. На самом деле материальное счастье так же иллюзорно, как и материальное горе. Летом вода приносит нам радость, а зимой та же самая вода вызывает неприятные ощущения. Одна и та же вода в одном случае радует нас, а в другом заставляет страдать. Когда ребенок рождается, он дарит родителям счастье, а когда умирает, то приносит горе. Материальный мир – это мир двойственности. Здесь нельзя испытать счастье, не познав горя, и наоборот. Поэтому материальный мир называют царством относительности. Однако духовное счастье выше двойственности материального мира, и испытать его может только тот, кто достиг совершенства в йоге. Йога приносит счастье душе. Но индивидуальная душа может быть счастлива только в союзе со сверхдушой, высшей душой. Кришна – это высшая душа, верховное живое существо. А мы – индивидуальные души, индивидуальные живые существа. Нас много, а Кришна – один. Он – огонь, а мы – искры этого огня. Находясь в пламени огня, искры горят ярко, но, удаляясь от него, тут же гаснут. Подобно этому, мы можем быть по-настоящему счастливы, только наслаждаясь вместе с верховным существом. Счастье – это возможность общаться со Всевышним. Кришна никогда не бывает один. Его всегда окружают друзья, гопи и мальчики-пастушки, его мать и отец. Кришна ни на минуту не остается в одиночестве. Он всегда наслаждается обществом Радхарани или своих преданных. Он подобен королю или президенту, которого повсюду сопровождает многочисленные свиты, секретари, министры и приближенные. Йога означает «связь», а слово «атма» может переводиться как «душа», «ум» или «тело». Тело верховного живого существа Кришны нематериальное, ибо он абсолютно духовен. Его никогда не покрывает материальная оболочка. Тот, кто считает Кришну покрытым материальными элементами, сам покрыт магией. Кришна нигде не говорит, что приходит в материальный мир как обыкновенное живое существо. Его явление имеет трансцендентную природу. Поэтому так важно понять, каким образом Кришна появляется в материальном мире. Его рождение не имеет ничего общего с рождением обыкновенного человека. Иначе зачем бы мы праздновали джанмаштами? Его рождение является дивьям божественным. Все, что связано с Кришной, имеет божественную природу. А тот, кто считает Кришну обыкновенным человеком, исторической личностью, мудха, последний глупец. В Бхагавадгите по этому поводу сказано «Глупцы смеются надо мной, когда я прихожу в этот мир в человеческом облике. Им не дано понять моей трансцендентной природы и того, что я владыка всего сущего». Глава 9, текст 11. Кришна – это верховное существо, изначальная душа, а мы мельчайшие частицы Кришны. Когда мы вместе с Кришной, мы излучаем то же сияние, что и Он. Но, отдаляясь от Него, мы тускнеем и лишаемся духовной силы. Йога – это соединение или связь с изначальным источником всего сущего. На санскрите слово йога значит соединение, союз, а ви-йога – разъединение. Капиладева назван здесь Бхагаваном, верховной личностью Бога. Бхагаван никогда не ошибается. Даже Шанкарачарья говорил, что Бхагаван, Нарайна, не принадлежит к материальному миру. В шастрах слово «Бхагаван» употребляется по отношению к тому, кто находится за пределами материальной сферы. Пара – значит трансцендентный. В данном стихе мы читаем «Шри-Бхагаван-Увача». Здесь не сказано «Капиладева-Увача». Точно так же и в Бхагавадгите в Ясадева говорит «Шри-Бхагаван-Увача». Бхагавадгита рассказана Кришной, но повсюду в тексте Бхагавадгиты Вьясадева называет его Бхагаваном. Бхагаван – это тот, кто выше несовершенств этого мира. Он не имеет четырех недостатков, присущих обыкновенным живым существам. Будучи несовершенными, живые существа находятся во власти иллюзии, а не склонны ошибаться и обманывать других. Когда невежда берет на себя роль учителя или проповедника, он, по сути дела, обманывает людей. Никто из людей не обладает совершенным знанием. Поэтому мы стараемся учить только тому, что говорит Бхагаван. Мы не выдумываем собственной философии. Так называемые ученые и философы, особенно на Западе, где разного рода спекулятивные рассуждения и интеллектуальные упражнения очень популярны, создают всевозможные теории, в которых излагают собственные мнения. Но на самом деле никто из людей не способен создать совершенную философскую систему. Наше мировоззрение должно быть основано на том, что говорит Бхагаван. Только в этом случае наша философия будет совершенной. Мы читаем Бхагавадгиту, потому что она совершенна. В ней нет ни ошибок, ни иллюзий, ни обмана. Она не является творением человека, наделенного несовершенными чувствами. В Бхагавадгите сам Кришна говорит «О Арджуна! Будучи верховной личностью Бога, я знаю прошлое, настоящее и будущее. Я знаю всех живых существ. Меня же не знает никто». Глава седьмая, текст двадцать шестой. Бог знает всех, но мы не знаем Бога. Таково наше положение. Ишвара, Бог, Кришна, пребывает в сердце каждого живого существа. В Бхагавадгите Кришна говорит «Я вошел в сердце каждого». Верховный Господь имеет в виду не только людей, но также животных и всех остальных живых существ. Верховный Господь в образе Параматмы находится в каждом атоме. Он вездесущ и потому всеведущ. И поскольку Господь обладает полным совершенным знанием, мы должны учиться у Него. Признав совершенным все, что говорит Бхагаван, мы тоже обретем совершенные знания. Получить такое знание можно только по цепи ученической преемственности, Парампари, о которой говорится в Бхагавадгите. «Это высшее знание передавалось по цепи ученической преемственности, и так получали его все святые цари». Глава 4, текст 2. Философия сознания Кришны очень проста. Мы не выдвигаем никаких новых идей. Мы всего лишь повторяем то, что говорит Кришна, верховная личность Бога, Его воплощение или Его представитель. Представитель Кришны никогда не будет говорить того, чего не говорил сам Кришна. Быть представителем Кришны очень просто. Но тот, кто пытается толковать слова Кришны на свой лад, не имеет права называться представителем Бога. Кришна говорит «нет истины превыше Меня». И если мы говорим людям «нет истины превыше Кришны», то становимся Гуру. Духовным учителем Гуру может стать только тот, кто ничего не меняет. Об этом говорил Чайтанья Махапрабху. Он призывал каждого стать Гуру. Кто-то может недоумевать. Я совсем неграмотный и необразованный. Я не могу похвастаться знатным происхождением. Как же я стану Гуру? Но Чайтанья Махапрабху говорит, что это совсем не сложно. Просто повторяй то, что говорит Кришна, и ты станешь Гуру. Тот же, кто противоречит Кришне, мошенник, а не Гуру. Гуру говорит только то, чему учит Кришна. Таково определение Гуру. В Падма-Пуране говорится. Ученый Брахман, сведущий во всех областях ведического знания, не может быть духовным учителем, если он не является Вайшнавом. Но Вайшнав, будь он даже самого низкого происхождения, имеет право стать духовным учителем. Духовным учителем становится не для того, чтобы заставить людей служить себе, а для того, чтобы дать им знания. Люди прозябают во тьме невежество, они нуждаются в знании. После множества жизней мы, покинув животный мир, получили тело человека и вместе с ним возможность разорвать порочный круг рождений и смертей. Задача международного общества сознания Кришны – пробудить в людях их изначальное сознание. Гаурачандара – это одно из имен Чайтаньи Махапрабху, который взывает ко всем «проснитесь, вставайте, сколько можно спать». Первейшим долгом человека является восстановление своих взаимоотношений с высшей душой. Цель йоги – пробудить людей к сознанию Кришны и помочь им восстановить связь с Кришной. Это называется «атхятмика-йога». Йога не сводится к демонстрации мистических способностей. В Бхагавадгите Сам Кришна говорит о том, кого следует считать совершенным йогом. «Из всех йогов тот, кто с непоколебимой верой всегда следует моим указаниям и поклоняется мне, занимаясь трансцендентным любовным служением, связан со мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства». Глава шестая, текст сорок седьмой. Есть много разных йогов и систем йоги. Все они описаны в Бхагавадгите. Хатха-йога, карма-йога, гьяна-йога и раджа-йога. Однако истинной целью йоги является восстановление связи живого существа с Кришной. На самом деле наша связь с Кришной не прервалась. Мы просто забыли его. Разорвать вечную связь индивидуальной души с Богом невозможно. Но индивидуальная душа может оказаться покрытой его энергией. В Бхагавадгите Кришна говорит, «Скрытый покровом моей вечной созидательной энергии йога-майи, я остаюсь невидимым для недалеких людей и глупцов. Поэтому введенный в заблуждение мир не знает меня нерожденного и непогрешимого». Глава седьмая, текст двадцать пятый. Различают йогу и йога-майю. Йога-майя – это забвение. Обусловленная душа, покрытая йога-майей, забывает о своих взаимоотношениях с Кришной. Чтобы восстановить эти взаимоотношения, прежде всего необходимо понять природу души. Однако современные люди настолько невежественны, что не способны даже на это. Поэтому Бхагавадгита начинается с объяснения природы души. «Подобно тому, как воплощенная душа переходит из тела ребенка в тело юноши, а затем старика, после смерти одного тела она переселяется в другое. Все эти перемены не могут смутить мудреца, осознавшего себя». Глава вторая, текст тринадцатый. Дэхи – значит владелец тела. «Мы отождествляем себя с телом, но на самом деле мы не есть тело, мы владельцы тела. Не станем же мы утверждать «я палец, я рука». Нет, мы говорим «это мой палец, это моя голова, нога» и так далее. То же самое можно сказать и о теле в целом. «Это мое тело». «Значит, я являюсь владельцем тела. Я получил его от майи, материальной энергии». В Бхагавадгите сказано «Под влиянием трех гун материальной природы душа, введенная в заблуждение, считает, что сама совершает действие, которые на самом деле выполняет природа». Глава третья, текст двадцать седьмой. Вид тела, который получает живое существо, определяется его кармой. Одно живое существо рождается в теле кошки, другое – в теле собаки и так далее. В чем причина этого разнообразия тел? Почему все живые существа не рождаются одинаковыми? Ответ на этот вопрос также дается в Бхагавадгите. «Живое существо, находящееся под влиянием материальных гун, воплощается в телах различных видов, получая свою долю радости и страданий». Глава тринадцатая, текст двадцать второй. Воплощенная душа взаимодействует с тремя гунами материальной природы – благостью, страстью и невежеством, и в результате получает тела различных видов. Бесполезно гадать, какое тело мы получим в следующей жизни. Ясно одно – это тело будет отличаться от предыдущего. Кришна не сообщает нам, какое вид тела мы получим в следующей жизни. Это зависит от качеств, которые мы в себе разовьем. Человек, находящийся под влиянием гуны благости, после смерти поднимается на высшей планеты. Тот, кто находится под влиянием гуны страсти, останется на земле, а тот, кто обусловлен гуной невежества или тьмы, воплотится в низших формах среди животных, деревьев или растений. Об этом тоже сказано в Бхагавадгите. Те, кто находятся под влиянием гуны добродетели, поднимаются на высшей планеты, те, кто находятся под влиянием гуны страсти, остаются на планетах типа Земли, а те, на кого оказывает влияние гуны невежества, «Попадают в адские миры». Глава четырнадцатая, текст восемнадцатый. Итак, все восемь миллионов четыреста тысяч видов форм жизни возникают в результате взаимодействия живого существа с различными гунами материальной природы. И в зависимости от полученного им тела живое существо определенным образом наслаждается и страдает. Удовольствия, которые получает собака, не идут ни в какое сравнение с теми, которые может себе позволить царь или богатый человек. Но наслаждается живое существо или страдает, источником его счастья и страданий в любом случае является материальное тело. Занятия йогой дают живому существу возможность возвыситься над страданиями и радостями материального тела. Когда посредством высшей йоги мы восстанавливаем связь с Кришной, мы избавляемся от всех радостей и страданий, связанных с телом. Процесс восстановления отношений живого существа с Кришной называется бхакти-йогой. И Кришна не сходит в материальный мир, чтобы научить нас этой трансцендентной науке. Он говорит, опомнитесь, люди, придите в себя, отбросьте все придуманные вами системы йоги и религии и просто предайтесь мне. Такова воля Кришны, и Его представители воплощения Господа и Духовные Учителя повторяют то же самое. Хотя Капиладева является воплощением Кришны, Он выступает в роли Его представителя, гуру. Поэтому Он просто повторяет то, что сказано в Бхагавадгите. Отбрось все и предайся Кришне. Только тогда Ты сможешь возвыситься над так называемым материальным счастьем. Нас не должны прельщать земные радости и удручать житейские невзгоды. Материальное счастье и горе заковывают живое существо в кандалы материального рабства. Материальное счастье не является истинным счастьем, потому что за него всегда нужно расплачиваться страданиями. Например, мы надеемся, что станем счастливыми, когда разбогатеем. Но деньги легко не даются, и чтобы заработать их, нам приходится много страдать. Тем не менее, в надежде на призрачное счастье, мы готовы вынести любые муки. Но очистив чувства, мы поднимемся на духовный уровень и, используя свои чувства в служении Кришне, обретем настоящее счастье. Процесс одухотворения чувств называется Атьятмика-йогой или Бхакти-йогой. Принцип этой системы йоги и излагает здесь Господь Капиладева. Субтитры создавал DimaTorzok